Привет любителям космонавтики! Меня зовут Александра Даниленко, и это Территория Космоса. Знаете ли вы, какую еду любят космонавты? Почему на Международной Космической Станции нет ножей? Что является запрещенкой для космонавтов? И где выпить в космосе хороший кофе? Нет? Тогда поехали! Космический стол А как она выглядит сегодня, поговорим в этом выпуске. Все приборы тоже на месте. Ложка, вилка и ножницы. Да, именно из этих предметов состоят столовые наборы у космонавтов. Удивлены? Тогда давайте начнем именно с космического этикета. Космический этикет Космический этикет практически первое, чему учат космонавтов. Космонавты давно уже не питаются желеобразной массой из тюбиков. Сегодня это обычные земные продукты, подвергнутые процедуре сублимированной сушки. Это сложный технологический процесс, когда все ингредиенты замораживаются жидким азотом до температуры минус 27 градусов по Цельсию. Потом соединяются в определенной последовательности, а затем стерилизуются и помещаются в вакуум, который обрабатывается высокой температурой и давлением. Так, например, борщ готовится около 7,5 часов. Это позволяет практически полностью до 95% сохранить в них питательные вещества, витамины, микроэлементы, естественный запах, вкус, цвет и даже первоначальную форму. При этом срок годности таких продуктов достигает 5 лет, а их вес снижается почти на 70%. Кроме того, пластиковая упаковка гораздо легче, компактнее и удобнее, чем алюминиевые тубы. Ведь мы помним, насколько критичным вес становится при запуске в космос. Что же такое космический этикет? В первую очередь, это, конечно, безопасность. Дело в том, что для восстановления продуктов к ним нужно добавить воду. И если для салатов и закусок добавляется теплая вода, то в основные блюда, чай и кофе, добавляется горячая вода температурой до 85 градусов. Для приготовления еды космонавт надрезает пакет по цветной линии, аккуратно наполняет требуемые порции воды и встряхивает. Если все сделать правильно, пакет можно безбоязненно переворачивать. Двухслойная упаковка и специальный клапан заблокируют содержимое и не дадут ему вылиться. Иначе можно обжечься, а ожоги крайне плохо заживают в космосе. Как только блюдо приобретет нужную консистенцию, упаковка надрезается с противоположной стороны и готова к употреблению. Весь обед готовится 10-12 минут. Вот бы нам на земле так научиться! Продукты, которые хранятся в консервных банках, как правило, это мясные или рыбные блюда с соусом. Также не так просты к использованию. Так как, если не закрыть место прокола у банки, то частички еды, особенно жидкие, могут разлететься и принести немало забот космонавтам. Обеденный стол космонавтов оснащен специальным устройством – крошкоулавливателем. Ведь если крошки разлетятся по станции, они могут попасть в дыхательные пути космонавтов, что по понятным причинам крайне опасно. Космические приборы немного отличаются от земных тем, что у них более длинная ручка, для того, чтобы было удобно доставать еду из пакетов. А также на предметах обязательно есть липучки, чтобы прибор можно было закрепить на поверхности стола и не ловить потом их по всей станции. Нож космонавтам не нужен, резать им нечего, а вскрывать упаковки удобнее ножницами, тем более, что они безопаснее в плане случайных порезов. Вся еда у космонавтов порционная, поэтому после употребления мыть посуду не нужно. Сказка ведь! Вся упаковка утилизируется в герметичные контейнеры, чтобы еда не разлагалась и не пахла. Первую космическую еду готовили для собаки Лайки в 1957 году. Для нее был разработан специальный контейнер, из которого дважды в день должна была подаваться желеобразная питательная смесь, содержащая в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, витамины и воду. В последней порции еды содержался яд, так как возвращение Лайки не было предусмотрено. Однако собака погибла до того, как должна была попробовать еду. Для космонавтов очень важно получать натуральное, качественное и сбалансированное питание, чтобы поддерживать организм в форме. Все блюда готовятся из экологически чистых продуктов, без красителей, консервантов, усилителей вкуса и запаха. Поэтому вне зависимости от страны космическим питанием занимается целая команда диетологов, врачей и микробиологов. В нашей стране первым и единственным производителем еды для космонавтов является Бирюлевский экспериментальный завод, город Москва. Завод производит все, кроме сырных изделий, хлеба и рыбной продукции. Он был основан в 40-х годах 20 века и занимался обеспечением солдат на фронте мясным провиантом. Затем у предприятия добавились космические задачи. С учетом того, что первые космические полеты были довольно краткосрочны и длились всего несколько часов, основной целью употребления пищи было исследование, что происходит с организмом в невесомости, усвоится ли еда в таких условиях. Первым еду в космосе попробовал Юрий Гагарин. У него на завтрак были три тюбика по 160 грамм, два с мясом и один с шоколадом. Полет второго космонавта Германа Титова в августе 1961 года длился 25 часов и сопровождался трехразовым питанием. Рацион был расширен. Космонавт получил печеночный паштет, овощной суп-пюре, а также черносмородиновый сок. После возвращения Герман Титов отметил сильное чувство голода, вплоть до головокружения. Калорийность его рациона была явно недостаточной. Поэтому составители рационов стали обращать особое внимание на питательность, а также на то, как продукты усваиваются. С увеличением длительности полетов стало важно обеспечить космонавтов не только полезной, но и разнообразной и просто твердой едой. Так как желеобразная пища в тубах быстро приедалась. Несмотря на то, что сублимированная еда выглядит довольно странно, но на вкус она практически не отличается от земной. И еще одна важная вещь на станции это жевательная резинка. Из-за недостаточного слюноотделения зубы подвержены появлению зубного камня. Жвачка помогает очистить зубы от ненужного налета. В рацион российских космонавтов входит около 300 блюд. Меню составляется на 16 дней, то есть каждый день новый набор блюд. Затем все повторяется. Питание у космонавтов 4-разовое из расчета потребления 3000 калорий в день. Стоимость такого питания в день около 25 тысяч рублей. Космонавты могут высказывать свои предпочтения. Они дегустируют блюда и ставят им оценки по 10-бальной шкале. Что нравится, что нет. Блюда, получившие меньше 5 баллов, не попадают в рацион космонавта. Но меню все равно формируется специалистами, чтобы еда была сбалансирована и полезна. Кроме того, в космосе, в том числе под влиянием постоянного сильного шума, большей сухости и других факторов, меняются ощущения от вкусовых и обонятельных рецепторов человека. Вспомните, что-то аналогичное происходит на борту самолета, когда пассажиры начинают отдавать явное предпочтение томатному соку. Слегка подсоленный томатный сок помогает сохранять водно-солевой баланс во время перелета. Человек на Земле может обожать какое-то блюдо, а в космосе испытать к нему полное отвращение. Такое встречается нечасто, но все же бывает. Ну и в конце концов, космонавты тоже люди. И иногда им хочется съесть что-то не по плану, а по зову сердца. Ну вернее, по зову желудка. Поэтому режим периодически нарушается. Ну только тсссссс. Так что же едят космонавты? Супы, борщ, рассольник с мясом, харчо, рисовый суп, гороховый суп пюре, крестьянский и множество других. На второе в консервных банках. Тушеная свинина с перцем, лещ в остром соусе, мясо цыплят в белом соусе, судак по-польски, баранина с овощами, голубцы из щуки, омлет с куриным мясом, азу и другие блюда. На гарнир картофельное пюре, салат из свеклы, тушеные баклажаны с картофелем, говяжья поджарка с рисом и овощами, а еще салаты и закуски. Многие космонавты отмечают, что на орбите очень хочется остренького, поэтому в ход идет горчица, аджика и острый перец. Ну а сладкого хочется всегда и везде. На десерт творог с орехами, тоже сублимированы, дробленая брусника, ириски, крекер или галеты, сухофрукты, сладкий миндаль, яблоки с орехами. А вот питание американских астронавтов сильно отличается. Дело в том, что в отличие от российской части станции, у американцев есть холодильник и микроволновая печь, поэтому американцы по-настоящему готовят еду из полуфабрикатов непосредственно на МКС. В последние годы агентство НАСА постепенно начало переходить на сублимированное космическое питание, являющееся полным аналогом российского. На данный момент в рационе американцев 50% составляют полуфабрикаты, а 50% сублимированная еда. У астронавтов из других стран есть свои национальные особенности, хотя общая концепция космического питания схожа с Россией и Америкой. Японская космическая миссия регулярно доставляет на орбиту рыбу в суши и традиционную лапшу. И даже в качестве эксперимента японские космонавты иногда используют палочки. Французы берут с собой в космос трюфели и гусиная печень. Главным врагом всех космонавтов являются крошки. Как мы уже говорили, при вдохе они могут запросто попасть в легкие, поэтому на космических станциях запрещены продукты, которые имеют свойство легко крошиться. Хлеб упакован в блоке по 10 булочек на один укус. Космические повара не готовят блюда, например, из бобовых, так как они вызывают повышенное газообразование, что может вызвать дискомфорт не только космонавту, но и другим членам экипажа. Также в черном списке оказался чеснок. Замкнутое пространство на станции не позволяет запахам долгое время выветриваться. Форточку ведь не откроешь. Случаются и курьезные случаи. Во время одной из экспедиций французский космонавт решил провести на станцию Мир традиционный сыр с плесенью. К счастью, контрабанду вовремя обнаружили и отобрали. Споры плесени могли нанести настоящий урон биохимической сферы космической станции. А вот советским космонавтам на случай торжества в рацион космонавта включили даже коньяк. Правда, продлилось это совсем недолго. Очень забавные истории на эту тему рассказывал летчик-космонавт Георгий Гречко. Георгий Михайлович был потрясающим человеком. Такой скромный, открытый, с великолепным чувством юмора. Это был первый космонавт, с которым мне посчастливилось пообщаться. Четыре часа, затаив дыхание, я слушала его рассказы. Но это тема отдельного выпуска. А сейчас про коньяк. Во втором полете с Юрием Романенко космонавтам от предыдущего экипажа досталась фляжка коньяка целых полтора литра. Разделив его на двух человек и на 200 суток, получилось по 7,5 граммов в сутки на человека. Космонавты использовали его в качестве вознаграждения за хороший день перед сном. Чувствуется алкоголь в невесомости гораздо быстрее, чем на земле. Но самое обидное ожидало впереди. Когда в емкости осталась половина коньяка, воздух и коньяк смешались в пену. Что только не делали, Гречко с Романенко с фляжкой ничего не получалось. Погоревали и забыли. Вернулись домой. А во время связи со следующим экипажем космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков поблагодарили друзей за подарок. Георгий Михайлович Юрий Викторович в недоумении. Как? Это невозможно! Технология оказалась очень простой. Один из космонавтов брал горлышко в рот и поднимался к потолку. Второй бил его по голове и когда тот вместе с фляжкой летел вниз, коньяк по инерции устремлялся ему в рот. Вот так поколачивая друг друга, они допили коньяк. После этого любимая фраза Георгия Михайловича была кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение. Космонавты на Международной космической станции всегда очень дружны. Они с удовольствием угощают друг друга своей едой, а по воскресеньям устраивают совместный обед. Так на станции космонавты все вместе делали пиццу, отмечали день бургера на МКС. Правда, вместо хлеба использовали тортилью. Крутили суши под руководством японского астронавта Наришеги Канаи. Но абсолютно все космонавты признаются в любви к космическому творогу. При этом его уже давно распробовали и другие обитатели станции. Поэтому на российский творог космонавты могут выменять практически все, что угодно. Российские космонавты всегда с нетерпением ждут грузовики, ведь с ними всегда присылают свежие овощи, фрукты и другие сладости. Земные ароматы очень дороги в космосе. Как шутят космонавты, вырасти деленый лук на МКС несложно, а вот спасти его от экипажа почти невозможно. Все норовят его скорее слопать. Американцы четыре раза в космос брали даже мороженое. Самым известным из них стало мороженое фирмы Вирпул. Да-да, это именно те, кто делают стиральные машины. В 60-е в США системами питания для космонавтов нередко занимались компании-производители стиральных машин и сушек. Такое мороженое космонавтов можно купить в любой сувенирной лавке космического музея за рубежом. Когда пробуешь его, сначала очень странные ощущения, но после того, как мороженое растворяется в слюне, чувствуешь настоящий вкус мороженого. Сливочного, клубничного и шоколадного. В космосе такое мороженое побывало лишь однажды на борту Аполлона 7 в 1968 году. Ну и напоследок. Раньше на станции был только растворимый кофе, но итальянцы были бы не итальянцами, если бы не изменили ситуацию. Во время одной из миссий итальянские астронавты привезли на орбиту отличную кофеварку, разработанную специально для условий невесомости известными итальянскими кофейными компаниями Лавация и Агротек. Теперь есть, где выпить хороший кофе в космосе. Послушайте, мы столько времени сидим за столом и все болтаем, вместо того, чтобы скорее попробовать космическую еду. Хотя, кажется, у меня есть идея получше. А вот кому я доверю продегустировать и оценить космические дары, смотрите в следующем выпуске. Ну а на сегодня это все факты. По-моему, они были очень аппетитные. Спасибо за внимание! Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои предложения по темам новых выпусков. Желаю вам космических успехов! Пока-пока!